Один, два, три, проверочка. Сегодня еще с кем-нибудь пообщаемся. Здравствуйте, здравствуйте. Ну ты красавчик. А как ты ожидал. Здравствуйте, здравствуйте. И что же, мы начинаем делать контент. Красавец. Продолжаем общаться с людьми, которые находятся на самоизоляции. У нас футбольный клуб в Рызи. Ну ты серьезный парень. Извини, пожалуйста, но у меня собака, я не могу ее оставить. Все, понимаю. У меня тоже коты меня отвлекают. Отлично. Дальше, поехали. Паш, привет. Ты у нас человек питерский, я так понимаю. Приехал Владимир. Скажи, пожалуйста, ты коренной петербуржец или не совсем? Да, я коренной. У меня очень длинная история в плане древа. У меня прадедушка, получается, он всю блокаду Ленинграда простоял. Именно блокада Ленинграда. А прабабушка на Кировском заводе собирала танки. То есть на протяжении всей блокады. Они еще не были знакомы, они познакомились уже после блокады, после всех этих моментов грустных. Но вот так получилось, да. И мама у меня, получается, коренная. Ну, а батек мне, я не знаю, короче. Понятно. Ну, здорово, здорово. Это я к чему спрашиваю, Паш? Ты приехал во Владимир. Вообще, что тебя привело в наш город? Я, как бы, не очень с тобой близко знаком, да. Мне интересно, на самом деле. Почему ты сюда приехал? Тут произошло все, на самом деле, вообще как-то по щелчку. Первое, наверное, это строить личную жизнь. И второе, свое дело, за которым я бегаю уже на протяжении двух лет, назовем это так, да. Ну, и так как будущая моя супруга, я очень надеюсь, она у меня из Орла, а я из Петербурга. Нам нужно было искать где-то площадку, где жить. И я сюда уже приезжал во Владимир не раз по старой работе. И мне как-то приглянулся этот город. Ну, большой плюс – это Москва. Москва, это, конечно, играет большую роль. Ну, и опять же, Сапсан, грубо говоря, по факту, он идет до Санкт-Петербурга 8 часов. Ой, 8-6, чуть не соврал. То есть логистик привлекла, да? Да, да, да. Ну, мне город очень нравится. Я прям удовольствие получаю. Сначала мне показалось, что это грустный город, да, то есть бедный город. Но, на самом деле, все совершенно по-другому оказалось. Вот как-то так я повторялся. Где тебе лучше жилось, так скажем, в Питере и в Владимире? Дело в том, что куча моих знакомых пытались счастья, да, уезжали именно в Петербург, но там за деньгами, за работой, за романтикой какой-то, и большинство из них вернулось. Вот, скажи, вот как, на твой взгляд? На мой взгляд. Где предпочтительный именно для тебя? Для меня? Нет, я люблю свой город. Очень сильно люблю. Я сейчас про Санкт-Петербург. Это безумно красивый город. Это замечательные люди. Но, но, если ты в нем прожил, грубо говоря, с самого рождения, да, то, ну, по факту, я весь город знаю наизусть. То есть, там, друзья ко мне приезжали из других городов, я могу экскурсии показывать часами и все там в духе там. У меня прикол был. Мы за 48 часов с армейским товарищем проездили, ну, практически все достопримечательные Санкт-Петербурга. Мы, правда, спали за эти 48 часов, там, 3 часа. Но факт в том, что очень многое знаю, очень многое видел, очень многое могу рассказать. Вот, но маленький город, он для меня прям, прям вообще кайф. Господи, я живу, ну, по факту, там, в центре города сейчас, да. Мне отсюда в любой конец города 15 минут, ну, максимум, даже 10, там, ехать в Доброе, на Нишку, там, куда-то. Ой, ничего себе, как я. Как истинный, прям, тарахчу. Вот, поэтому для меня это огромный плюс. И, опять же, то, к чему я очень долгое время стремился и стремлюсь, оно здесь не развито. Вот, это работа с детьми. И, конечно же, хочется что-то уже по-человечески запустить. Но это, опять же, это разговоры в пользу бедных. А пока что мы вот на фоне ковра, и вон у меня цветок. Печатано, что их не видно, как бы. Угу. Скажи, скажи, я вот видел ролик, ребята к тебе делали из Добрыни на день рождения. Да, я, насколько я понимаю. Может быть, ошибаюсь, конечно. Да, ошибаешься. Ну, ладно, не суть. Дело в том, что, как сказать, там было очень много видео с твоих каких-то матчей петербургских. Да, я так понимаю, 8 на 8, может быть, какой-то другой парт. Да, да, Оля Прома. Скажи, вот, как вообще твоя карьера питерская? Где поиграл? Слушай, без хвостоства, без всего. У меня, получается, за все мое время там было три команды. Три команды и два тренера, я вот так вот скажу. Вот, это Адмирал Тейтс, это раньше был он Кировцем. Кировец был такой. Это большой футбол, да? Да, это большой футбол, да, с него все начиналось. Там был, после этого был, сейчас я скажу, чтобы не соврать, Красный треугольник. Это просто я сейчас путаюсь, потому что это все потом переименовалось в Адмиралтейц-1 и в Адмиралтейц-2. И там была ужасная путаница. Вот, это по детско-юношескому футболу. Потом была, ой, московское говорю, питерская Динамо, когда это еще не было Сочи, это 16 лет не было. Вот, но самый такой вот момент, это, да, наверное, вот, сама вышка, это вот Динамо была. Ну вот, прям, вот именно команда, в которой я смог как-то заиграть, засветить себя, ну, опять же, это молодежная лига была, да, там команда без денег, она заявлялась на зимние чемпионаты, на летние чемпионаты. Ну, как вот здесь вот это вот барахло, торпедовская молодежка заявляется на область. Вот один в один, вот просто. Вот приезжаешь, тебе 16 лет, а ты играешь с лукашом, которому 40, понимаешь, от него пахнет, я не знаю, там, грубо говорят, ты сам сейчас опьянеешь, подается угловой, рядом тебе надышал все. Ты приходишь домой, мама говорит, Паша, ты что, пил? Ты говоришь, нет, мама, я футбол играл. То есть, понимаешь, вот это было примерно вот так. Да, серьезно. Насчет «Динамо» очень хорошо ты сказал про питерское, да, у меня есть знакомый, который поработал в структуре «Динамо», не знаю, кем он там был, если честно. Вот. За кого ты болеешь вообще за петербургские команды? Потому что я видел в Инсте у тебя там носка, по-моему, ходил, да, там. Поддерживаешь? Вообще. Нет, я поддерживаю весь питерский движ. Прям вот вообще, хоть биатлон, Санкт-Петербург все, держи. Подождите секундочку, извините, у меня тут беспредел происходит как бы в ногах. Короче, нет, «Зенит» это прям вообще, у меня был такой вот пик, это прям мода была. Ну, не мода, я не знаю, я, наверное, каким-то был сумасшедшим придурком, я могу так это охарактеризовать себе. Я гонял за «Зенит» в Москву, то есть, с самого господа, пока на душе поехать куда-нибудь в 16-15 лет, забить на все, на школу и поехать на выезд за «Зенит», поболеть, кричать. То есть, со СКА у меня не было такого ни разу, но именно атмосфера, которая на стадионе «Носка» в Ледовом проходит, вот, мне кажется, люди приходят не на хоккей посмотреть, а на эту атмосферу, потому что это куча конкурсов, куча там всяких призов, куча крутой музыки, опять же, и живая музыка. Вот я в ранее раз ходил, это конец сезона был в феврале месяца, ну, не факт, короче, там оркестр пел, то есть весь Ледовый стоял, грубо говоря, но это здорово, это вот просто ощущение, вот. А как знатока, да, спрошу, Петровский или… Петровский, 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 однозначно. Я один раз был, да, уже не помню в каком году, в девятом, по-моему, с Крыльями Советов играли тоже, впечатлен был, конечно, атмосферой. С Крыльями это Матео Кэшман тогда забивал, а нет, это летом ты был, наверное, да? Летом, летом, вот как раз вот на майские праздники я был, там Ян Коля приезжал. Ян Коля, мы проиграли, мы проиграли тогда. Нет, нет, 2-0 выиграли по Гребнякову из Брянов, по-моему. Ну, все, я перепутал. Это вот тот год, когда пумовская форма такая была. Да, да, да. Штука такая. Золотая потом еще была, чемпионская, да. Да, вот. Да, Петровский. И еще, Динамо или Зенит? Да, конечно же. Питерская. Да, конечно же. Нет, нет, это вообще помойка. Это вот, у меня других слов нету. Это я вот говорю, это как… Ну, я не буду сравнивать, не буду никого обижать, но это вот прям, прям вообще, вот прям там ребята, сейчас я вспомню, взрослые, достаточно взрослые были. Они играли, грубо говоря, там чисто за жетон. Ну, грубо говоря, утрированно на метро. То есть, ну, это, блин, русский футбол я вообще… Сейчас я кайфую. Вот сейчас у меня спроси, я прям вообще, то есть, у меня по любительской команде есть мы за футбол, да, поехали. Минутка диалога от Диновьева, это идет в историю. Давай, да. Собака сумасшедшая, это же просто вообще… Она у меня… Блин, я же покажу сейчас, смотри. Ну, все. Видишь, носки у меня, как всегда, крутые. Короче, какая ситуация? Какая ситуация. Получается, получается, что 18 лет, если так про футбол, 18 лет по любителям меня присмотрел там один мужичок, раньше он был очень адекватный, сейчас мы с ним там вообще даже не общаемся, потому что очень сильно поругались. Он меня приютил в такую любительскую команду, и вот я вот в одной команде любительской играл 8 на 8. Там я вот кайфовал, все, я мог там спокойной душой там ездить на игры, там за 200 километров находился, там летом в лагере работал, мог спокойно приезжать, ну и все в этом духе. То есть прям кайфовал. Но у меня произошел момент в 2018 году, что щелчок, и я ушел оттуда, уехал из Петербурга, чуть Ленинград не сказал, и уехал в Калугу. И про футбол, про такой вот добрый футбол я прям позабыл, и вот только во Владимире на самом деле я прям почувствовал. Все прекрасное. Это вот про футбол. Старый вопрос был, но ладно. Есть чем похвастаться? Какие достижения, чемпионства, победы? Да, у меня дома очень много по первенству, по детско-юношескому первенству прям очень много, потому что у нас был очень классный коллектив, мы играли по первой лиге, есть высшая лига, есть первая, вторая, третья, и сейчас уже четвертая. Мы играли по первой лиге, и своим годом у нас был классный тренер Сергей Николаевич Чувелев. Он лысый, с палетем мы его называли, ЧП. Черный плащ, Человек-паук, не просто вот. Он брал кнут, короче, в руки, да. Он брал кнут, тебе 12 лет, ты думаешь... Ну вот, ёлки-палки. Извините, пожалуйста. Это, когда покупают айфонов своих. Ну, короче, к тому, что классный тренер, да. И он нас возил по всяким чемпионатам. Единственное, мы за границу никуда не ездили только. Но по России он нас много куда возил. В основном это Юга, Туапсе, Анапа, Сочи, Дагомыс, Адлер. Ну, и первенство Санкт-Петербурга. То есть по детско-юношескому футболу у меня прям очень много. Но, конечно же, это не все золото есть. Но очень много и бронзы, и серебро там со слезами на глазах. Но, опять же, прям вот чтобы так добротно, наверное, это вот по детскому футболу. Уже на каком-то взрослом уровне толкового... Ну, любительское, это немножко не то, мне кажется. Нет, это те ощущения, но это как бы ты покажешь, вот смотри, у меня тут ПЛДК, 2015 год, золотая медаль. А ты спрашиваешь, с кем ты играл, ты говоришь, а вон с дядей. А он там в кусте с арбузом 2 августа водку пьет как бы. Ну, понимаешь, то есть вот там такие соперники были. То есть как-то так. Спрашивал тебя про «Динамо». Как относишься к решению клуба переехать в Сочи? Да, нормальное решение. Должен быть фарм-клуб, у всех должен быть фарм-клуб, понимаешь? Но это при наличии денег почему бы и нет. Ну, то есть все прекрасно поняли, что в Санкт-Петербурге будет только одна команда. Там никто не выжил, ни «Тосна», ни «Динамо». И кто бы сейчас там был? Звезда та же самая, сейчас она тоже там уже все. Потому что правительство и город никто не поддерживает команду, кроме как одного. Так же и с хоккеем, на самом деле. Хоккея заходишь в МХЛ, допустим, да? Хоккея в Москве куча. Там кого только нету, вот просто. Заходишь в Петербург, СКА-1943 или 44, врать не буду. СКА-варяги и кто-то еще. Но армейцы снилы, допустим. То есть государство никого не хочет поддерживать. Поэтому это, наверное, классное решение. И мне очень приятно. Я сейчас смотрю, как в Сочи играют. Блин, это покруче питерского «Зенита». Но извините, что я сейчас так скажу. Сейчас меня там четыре человека в комментариях закидают. Ну, абсолютно. Люди в комментариях намекают мне, присылают, да, бутерброды там какие-то или что он там прислал. Он всегда о еде думает. Как вообще испытываешь ли ты трудности при общении с московскими ребятами, с владимирскими? Потому что я знаю, что Питер – это другая культура. Вот. Насколько словно ты перестроишь? Нет. Вов. Это просто воспитание человека. Ну, это мое мнение. Потому что если тебя держат там в коконе в каком-то Санкт-Петербурге, и ты все, да, все здорово, все классно. Ну, а другое дело, когда ты воспитан адекватно. Я никого не хочу сейчас. Никого под гребенку не гребу там. Мы все в этом духе. Но если ты воспитан адекватно, то неважно, откуда люди, какой они там национальности, что у них есть и что у них было. Ну, то есть мне вообще пофиг. Московский. Вообще. Коренной москвич, он вообще очень крутой человек. Вот с ним пообщайся. Пообщайся с человеком, который с Курска приехал в Москву, он тоже будет крутым, если он нормально воспитан. Опять же. Приезжаешь во Владимир, общаешь. Вот мы с тобой общаемся, я не знаю, коренной. Ну, наверное, коренной. Судя по кабру. Опять же, да. Мы находим с тобой вообще язык. Это круто. Вообще. Я в команде, меня очень много людей, кто поддержал, когда я только пришел. Многие посмотрели на меня, ну, пришел и уйдет сейчас. Ну, кто-то так, может быть, и считал. Наверное. Вот. Ну, мол, как можно с Петербургом приехать во Владимир? Что это такое и что ты за придумал вообще? Да, это некипично, скажем так. Да, да. В основном все в обратную сторону. Поэтому для меня это, конечно, возвращаемся к твоему вопросу. Мой ответ такой, что вообще спокойно. Вот вообще с кем угодно заговорю. Самое главное, что за человек. Вот и все. Замечательно. Скажи, успел ли ты покататься по области? Посмотреть какие-то города, места? Кроме Владимира. Слушай, я не так, как ты. Кроме Владимира. Я был в Суздале. Прям в Суздале. Не раз. Мне в Суздале очень нравится. Прям в Суздале это то место, куда я готов приезжать и отдыхать. Ну, правда, в последнее время я туда не езжу. Вот. Что еще? Что еще? Гусь с Хрустальный. Муром. Я был, мне понравился. Нижний Новгород я был, мне очень понравилось. Боголюбово. Ну, это слишком близко. Ну, блин. Как-то, наверное... Ну, и в сторону Москвы. Не то, что там заезжал смотреть, в Киржа еще я посмотрел. Вот, когда мы ездили там. Гагарин. Ты там ногами, что ли, комментируешь, пишешь? Почему? А кто-то комментирует? Да. Не понял, что происходит. Подождите. Я не вижу комментарий. От твоего профиля еще комментарии пишешь? Я говорю, ты ногами там набираешь, что ли? Настя, ты взрослый человек. Ну, елки-палки. Я сейчас могу камеру перевернуть, показать, как она тут наблюдает, но не буду этого делать. Все, все понятно. Паш, скажи, чего тебе не хватает из петербургской жизни, что бы ты привез во Владимир? Если бы знал, какая тебя здесь жизнь ожидает, вот из Питера, что бы с собой взял? Погоду. Дождей не хватает? Нет, ну, кстати, погода один в один, как в Питере. Вот в этом году, по крайней мере, вот сейчас я скажу, с какого этапа. С октября, с октября, не по сегодняшней, наверное, по конец апреля один в один. Я созваниваюсь с мамой каждый день. То есть, вот один в один погода. Вот у нас сейчас стоит жара, а там в Питере плюс у семнадцати и дожди идут. Ну, то есть, как-то так. А если так, по-честному, ну, конечно, мне не хватает семьи. Семьи моей. Это в первую очередь. Но, опять же, сейчас двадцать первый век. Сел, приехал, через шесть часов ты там. Но я не могу уже два месяца сорваться никуда. Далеко от шесть часов ты все равно. Ну, опять же, мы берем тот момент, что ты садишься в Сапсан, грубо говоря, и, ну, делаешь какие-то дела, да, допустим, ну, которые у тебя там накопились. Ты долгое время до них не мог дойти, но ты открываешь ноутбук и доделываешь то, что ты должен был доделать давным-давно. Это огромный плюс. Опять же, ты в семь утра здесь, в Владимирском вокзале сел и в час ты там. Да это вообще кайф. А если ты еще всю ночь чем-то занимаешься и не спишь, то ты можешь там покумарить и вообще замечательно. Вот, то есть, как-то так. Семьи мне не хватает, вот ответ. Семьи мне очень сильно не хватает. Я их всех очень люблю. У меня большая семья. У меня два брата, две сестры, моя любимая мамочка. Это, конечно, не хватает. Мой крестник там замечательный. Очень тяжело. Паша, скажи, помнишь ли ты свой дебют в Добрыне? Конечно, конечно. А ты помнишь мой дебют? Я помню более чем. Мы сидели со Станиславом, обсуждали эту чудо-новоротку. Слушай, для меня это было лучше. Какие у тебя эмоции были на самом деле? Очень интересно. Потому что мы практически всю игру про тебя разговаривали. Это ты имеешь в виду, когда я за дубль поехал? Да, да. Я отвечу на этот вопрос вообще прямо. Я не играл в футбол адекватно, прямо в тренировочном процессе. Ну, наверное, месяца два. Месяца два точно. То есть я там 8 на 8 играл, но я играл, я не тренировался. Это ворота вот, грубо говоря. А ты идешь в метровый и просто вспоминаешь то, чем ты занимался когда-либо. И получилось так, что мне было очень тяжело. На меня еще давит тот момент, что я играю, грубо говоря. У меня нет никогда короны, я нормальный человек. Блин, извини, пожалуйста. У меня нет никогда короны, у меня все нормально. Но меня очень давило тот момент, опять же, что чел в центре поля принимает мяч и обрабатывает его 20 минут. Ну, по факту. А он только что тебе забил. И это вот морально очень-очень-очень давило. И, конечно же, когда ты играешь в команде, которую ты мало знаешь, меня тогда же в дубль отправили. Там, грубо говоря, кроме меня, сосновой был вроде как Женька поцелуев. И кто ты еще? Женька. Женька. Вот, Женьку точно помню поцелуев. И это был хаос. Это был хаос. Мне было очень тяжело. И я прям вот, я ехал. Там были моменты, кстати, я неплохо выручил. Никто не спорит. Никто не спорит. Там было два таких хороших и тяжелых момента. Но были ляпы, опять же. Но все этим я перекрыл, опять же, тренировками каким-то. То есть я с Ваней на этом тоже разговаривал. Я говорил, что вроде как чудит что-то. Я говорю, да подожди, первая игра. Ты, ну, присмотрись, парни. Потому что, ну, нервы, понятное дело. То, что другой уровень, другие люди, другие какие-то отношения на поле. Это все нормально. Мне, Володя, тогда было очень тяжело. Очень тяжело. Я верю. Я вот лично это понял сразу. А вот почему Стас не понял? Вот, Стас, ты в прямом эфире. Рассказываю историю. Минуточку вам смехоты. Короче, я Стаса вообще тогда еще не знал. Мы с ним виделись два раза всего, грубо говоря, в жизни. И тут я говорю, я можно с тобой на машине поеду? Он говорит, не вопрос, хорошо у меня место. Я красота вообще. Ставлю, припарковываю свой Майбаху. И Майбаху говорю, Логан. И бегу к Стасу. А у меня портмоне, где лежат документы от машины, ключи от машины, права, все деньги, СТС, все, что можно. На ключах все связки, короче. И при этом я, умный вратарь, кладу это к Стасу на крышу машины, чтобы положить там сумку, что-то и все в этом духе. Сажусь и едем. И я забыл вообще, то есть это насколько мне тогда было уже тогда как-то не по себе, назовем это так, да? Что я уже накосячил еще даже, мы не приехали, я уже накосячил. И что происходит? Мы то есть от... Блин, ну сколько, 10 минут мы проехали, мужик, водитель автобуса сигналит Стасу, типа вы на крыше там что-то положили. Я смотрю, ключи в портмоне как лежало, так и лежит. Ну, то есть, ну... А через 30 минут мне идти играть. Однако, здравствуйте, получите, распишитесь. Ну, ты в порядке, да. Было весело. Скажи, как работает скаутинг в Добрыне, да? Вообще, как ты нашел команду или команда тебя нашла? Ой, это пиджак одела, а внизу в трусах, наверное. Подожди секундочку. Так и есть. Вань, Вань, я разверну даже, смотри, пожалуйста. Я ждал этого. Я в разных, я в разных, Вань. Все для тебя. Я знал, что хоть кто-то это скажет. Но нет, я просто люблю выглядеть красиво. Ну, да ладно. Вань, если помнишь, там крыховяк был тоже в такой теме. Сфоткали локомотив, да. У меня брат также на удаленке учится сейчас. Ну, ладно, возвращаемся к вопросу, как я нашел. Я приехал во Владимир, был какой момент? Момент был тот, что я хотел приехать один в этот город, попробовать что-то, где-то зацепиться, найти какой-то минимум, да, ну фундамент я имею ввиду. Чтобы перевести сюда свою, я надеюсь, что будущую супругу. Ноу, она говорит. Ну, ничего страшного. Вот. И что происходит? Происходит то, что я приехал сюда в конце июня, и я на себе сказал, типа, у меня месяц, да, мне полтора, надо, чтобы все сделать по-человечески. Ну, чтобы мы уже нормально жили и что-то строили. И я понимаю, что я просто, вот у меня тут, грубо говоря, во Владимире один мой замечательный друг был до того, как я сюда приехал. То есть мы очень хорошо общались, то есть с его стороны была какая-то поддержка. И какая-то очень большая. И получается, и все. У меня в этом городе никого. Вот у меня машина, грубо говоря. Все. Вот что мне с этим делать? И мне прям, меня это все морально давило. И я думаю, окей, нужно идти играть в футбол. Это вот то, что... Либо прыгать с парашютом. Я сначала звонил вам на дроп-зону с парашютом. Ну, я парашютно-спортом просто занимался. Я уже год не прыгал. Я звонил туда, мне заявили, что один прыжок там три с половиной. Я про себя думаю, оооо, откуда у меня сейчас такие деньжища. Вот, грубо говоря. Я понимаю. Ну, футбол вот прям нужно попробовать для себя, для души, чтобы чем-то себя занимать. Вот. И я просто элементарно захожу в контакт, пишу в группу. Футбольный клуб Владимир. Просто вот в группах. У меня была там Торпеда и Добрыня. Больше никого не было. Я написал, врать не буду. Вроде как, Стасу врать не буду. Или Ваня. Нет, я сразу Ваня написал. Он меня пригласил на тренировку. А после этого я с Хриллом Романовичем списался. И как-то вот так получилось. Ну, там уже и знакомства пошли. Но я повторюсь. Скаутинг здорово вообще. Если так будет каждый год, это вообще круто. Но я повторюсь. Это то, что я тогда испытывал в тот июнь месяц, когда я только пытался пробиваться в команду. Да, там тренировки, грубо говоря, у меня были. Никто не говорил, что меня возьмут. То есть мне сказали, ну, походи две недельки, а там посмотрим. Ваня, как я до сих пор помню, мне сказал, у меня есть три вратаря и четвертый, вот наш тренер вратарей. Он говорит, правда, он там старый, весь низкий, хромой. Но, говорит, если что, и его ворота можно поставить. То есть, ну, мне сразу дали понять, что четыре вратаря, грубо говоря, и в заявке есть только два места. И, то есть, ну, вратарем не очень хочется его забивать. Но я там за две недели попытался сделать все возможное, что было в моих силах, и все, и как-то получилось, завертелось. Ну, я очень рад, короче, что так получилось. То есть, ты хочешь сказать, что, грубо говоря, по поиску во Владимире, да, какой-то команды, в принципе, Добрыня идет на одних из первых мест, да? То есть, если ты хочешь что-то найти про футбол, по медийке, Добрыня, в принципе, довольно высоко котируется, да? – Однозначно, однозначно. Но по медийке, я правильно понял, это к тебе, да? – Нет, это не только ко мне. В любом случае, Станислав Олегович, да, что это все. Самый главный мозговой центр у нас. Вот, я помогаю по мере возможностей. – Нет, я это все прекрасно. Я говорю, да, 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 именно так. Ну, а что тут еще, если… Окей, я честно скажу, я не знаю ни хера, вот вообще не знаю, какие тут команды. Вот я знаю «Петушки» и «Динамо», и то я знаю, потому что я два пенальти взял, все, и мы их выиграли там 7-0. Что я еще знаю? «Внизж», 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 правильно? «Внизж». Ну, короче, «Внизж», я не знаю, как правильно называют. – «Владимирский научно-исследовательский институт защиты животных». – «Внизж». – «Ездишь, вот они там с правой стороны». – Отлично, я там собаку, кстати, подобрал. Так вот. – Добрый такой вообще. – Правда, она с тремя лапами у меня, блин. Что-то они там не очень их охраняют. Это к кому претензия должна быть? К «Внизжисту»? Короче, вот «Внизжист», «Торпеда», «Динамо петушки», «Киржач». Всё, я больше команд не знаю. А, «Гусь-Хрустальный» я ещё знаю. Там какая-то команда. Вроде она так и называется. – «Грань», «Грань». Там «Грань». – «Грань». – «Грань» – это команда или эта? – «Команда». Ну, я просто не помню. Всё, то есть, я ничего не знаю. И для меня это вообще… Я даже туда не лезу. То есть, я смотрю какие-то обзоры, но я даже не запоминаю, кто это. То есть, я просто смотрю там цвет формы и всё. Ну, то есть, мне это не нужно. Ну, я назову это так. Когда вот матч, допустим, у нас там с «Киржачом», да? Завтра у нас матч с «Киржачом», я сегодня до двух часов ночи посмотрю вообще, кто там у них играет, кто куда бьёт, кто как работает и всё в этом духе. То есть, мне… Ваня, это не к тому, что всё плохо, а к тому, что мне это неинтересно. Сразу надетели. Третренер вошёл в чат, да? Очень-очень не желает. Иван Андреевич, пожалуйста, ну что же, вы портите всем вечер. Короче, к чему я? К тому, что, да, Добрыня, только Добрыня тут, но по факту тут же в городе только вниз Добрыня и Торпеда же, правильно? Три команды. Ну, на самом деле, побольше и было побольше. И вокруг города достаточно много команд, которые, скажем так, в шаговой доступности там и Вяткино, и Невский. Ну, есть сильные команды достаточно, которые играют вот во второй группе, ты с ними со всеми встретишься, я думаю, в ближайшем будущем. Мне сказали, что у нас выезд будет в 150 километров. Ну, это разовая акция, на самом деле. Это куда? Это Гусь, да? 150, я даже не знаю, куда они загнули, наверное, Струнино. Ну, короче, самый дальний выезд. Ну, они по первой группе. Вот Александров, наверное, 110, по-моему, там Александров. А в Киржач мы ехали сколько? Не сотку там, нет? Ну, сотку, наверное, тоже, да. Ну, есть такие 100-километровые выезды, но их не очень много. Ну, возвращаемся к тому, что, да, Добрыня, это, наверное, ну, я больше, я прям, вот, люди будут смотреть мой эфир через пять лет и будут говорить, ну, блин, парень был прав, потому что сейчас, грубо говоря, тот, кто работает с детьми? Не, вот я что-то не особо, ну, там, Динамо я видел, там, детские школы, там, какие-то еще детские школы я видел, но их не так много. А в городе, ну, что тут, Спартак? Это же вообще там, я как понял, тоже там, ну, грубо говоря, франшизу купили и тренируют. Вот торпеда и вот Добрыня, все. Но вопрос, кто как с детьми работает. Тут вот опять же к этому все идет. Вот и все. Та-да-да-да. Добрыня. Хорошо, хорошо. Ты у нас второй человек, который в команде прошел через дубль и попал в основу. Как ты вообще оцениваешь свое становление в команде? В команде считаешь ли ты себя игроком основы или у вас конкуренция сильная? Ну, я игроком основы я себя не считаю вообще. У меня нету, ну, я может, опять же, это, опять же, может быть, это воспитание какое-то. Может быть, это просто я такой чудик. Но у меня нет такого то, что там я первый, я второй, я третий, я четвертый. Надо быть третьим, я буду третьим. У нас Роман с Кириллом Романовичем, прошу прощения, стоял разговор перед началом сезона, что, мол, нас много вратарей и один из вратарей пойдет в дубль. И как, кто к этому отнесется. И я спокойно сказал, говорю, Кирилл Романович, если вы считаете, что я должен играть в дубле, да, и помогать дублю, я буду играть в дубле. Ну, то есть это командная игра, это коллектив, так нужно. Это, во-первых, Иван Андреевич, спасибо большое, вы прям лучший. Я жду ваши весы в инстаграме, помните, да? Подкручивайте, пожалуйста, почаще их. Прошу прощения. Так вот, возвращаемся к Ивану Андреевичу. Это по поводу того, что корона не корона. Второе. Акономатизация в команде, я уже сказал, это было круто. Это просто кайф. Я говорю, я много где, ну, не скажу, что много, но опять же, в коллективах я играл, но какой тут коллектив и как тут относится к игрокам, к тренерскому составу, вообще вот это все целиковое. Ну, то есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и этот вот механизм превращается в огромные весы, ну, грубо говоря, и все. И вот эти вот весы вот-вот возьмут и дадут жару, как бы. Ну, это я, чтобы Иван Андреевич сейчас немножко зацепить. Но смысл понятен, да? Да. Вот. Поэтому, нет, это круто. Это прям круто. Ну, я не знаю, для меня, конечно же, это нонсенс. Я говорю, я общаюсь с людьми, у меня есть товарищ, он не смотрит сейчас прямой эфир, мы с ним играли по детской юношенскому футболу, очень часто созваниваемся, там фи-фу играем, все там духи, и он мне, буквально там месяц назад, не месяц, ну, допустим, две недели назад мы с ним общались по телефону, просто разговаривали. Я делился тем, что я хочу тут сейчас участок покупать, дом там туда-сюда, и он мне говорит, Паш, а если тебя типа заберут из клуба и пригласят куда-нибудь в другой клуб, а у тебя тут все есть, а что ты будешь делать? На что я сказал, ну, ты как себя чувствуешь вообще? Он говорит, да я же слежу за вашим инстаграмом, там, за группой, у вас же, у вас же тут все вообще есть, и я говорю, ну, у нас все может быть и есть, но немножко, ну, не путай, ну, смотри на реальность. Но человек, грубо говоря, разбирающийся в футболе, моего возраста, там, смотрел обзоры и говорил, парни, нифига себе, 7-0, говорит, в одну калитку, там, с Киржачом смотрел, говорит, у вас вот тот, который в 9 забил, сколько ему лет? Я говорю, слушай, я, наверное, капитан, капитан, я говорю, я не знаю, сколько Андрюхе лет, но факт в том, что люди, как играют, это просто, ну, там, Рябов в 17 просто вытворяет, мне очень, ну, не в 17, мы уже в 17. Замечательно, Саша Кошкин со своим этим пузом и Дима Чеваньков, который готов вот-вот разорвать всех на части, лишь бы мяч получить. Это же просто, опять же, мы возвращаемся к тому, что я сказал, винтик-винтик, да, механизм-механизм, и превращается все в один большой механизм, который функционирует и работает. И если сейчас все будет хорошо и щелкнет наше государство, что, ребята, выходите тренироваться, а потом Владимирская область говорит, что, окей, играйте в футбол, без зрителей хотя бы первое время, да, то если этот механизм запустится так, как вот Иван Андреевич сейчас планирует, то это будет бомба. Это мое мнение. Ну, как бы, опять же, перед нами задача элементарная, да, то есть Иван Андреевич уже на этот вопрос отвечал, какие задачи стоят на этот сезон, но, блин, я смотрю в глаза ребятам и вижу, что там вообще все, все, что есть, ну, то есть там, да, ты понял. Я не буду больше насчет этого говорить. Я тут могу... Как считаешь, удалось ли тебе адаптироваться в команде? Однозначно, однозначно. Вот прям вообще. Прям у меня другие. Я могу накидать приколов тут, ой, кучу вообще. Тут Иван Андреевич просто меня убьет за них. Но, опять же, коллектив, наверное... Нет, кто-то может... Я не могу сказать, что у нас там... Как правильно выразиться, чтобы было понятно. Ну, я скажу «да», просто я скажу «да». Вратарь, вот, все ответит. Спасибо, Иван Андреевич, вы прям читаете мои мысли. Сразу видно человек с высшим образованием. Ну... Хорошо, Паш, я когда писал прошлый год ролик про новичков, тебя еще не было. Вот, я всем задавал один и тот же вопрос и задам тебе его сейчас. Что для тебя, Добрыня? То есть, речь как бы о целях человека, который пришел в команду. Кто-то хочет забить много голов, кто-то хочет побед каких-то спортивных, кто-то хочет, ну, для болельщиков поиграть, для своих. Кому-то интересно с друзьями поиграть. Кто-то говорит, что это семья большая. Что для тебя именно, Добрыня? Ну, я могу, да, я могу, смысл так сказать, семья Добрыня. Да, но, опять же, это же можно разложить прям вообще в отдельный вид искусства, да, и целую гармошку разложить. Опять же, я могу сказать, что идеи дороже тарафеев, и это тоже можно разложить в целую гармошку, да. Но для меня это, наверное, в первую очередь одно общество, вот так вот скажу. Для меня, Добрыня, это общество, которое ставит для себя высокие цели, в первую очередь, как и футбол, да, именно. А второе – это развитие детей. Развитие детей – это то, что вот, в общем-то, Стас делается. Я всегда говорю, что Стас делает прекрасную вещь, потому что ребенок занят делом, и после этого он превращается в человека. А человек должен быть, в первую очередь, кем? Правильно, человеком. То есть, ну, как я вот, да, все здорово, все классно. Вот. Это, опять же, к тому, что для меня, Добрыня, это… Пример. Не могу выразиться, Ваня сейчас напишет «В вратарь». И да, так и будет примерно. Но, допустим, если завтра мне позвонит Ваня, и мне скажет, «Паша, завтра нам надо ехать в Киржач играть», я скажу «Ване хорошо». Но если мне, допустим, также Ваня позвонит и скажет «Паша, завтра нужно ехать на Лыбе, убирать стадион, потому что там, ну, субботник», я скажу «Да хорошо». И не важно, что у меня будет запланировано на это делать. Нет, само собой, если у меня билет там, я не знаю, там, в Италию, я говорю «Эй, ребята, да зачем мне эта таланта? Рим, мечтал слетать, не надо». Нет, 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 но я готов подложить многие вещи, чтобы взять и помочь команде и своим парням. Вот. Вот так вот выражусь. Вой вратарь. Хорошо, что ты затронул тему детей. Я помню, мы были с тобой на открытии филиала в «Энергетике». Да, «Энергетик». Вот, скажи, насколько тебе приемлема такая работа? Вообще, тренируешь ли ты детей, занимаешься ли ты с ними? Может быть, еще чем-то занимаешься? Насколько я помню, я, может быть, ошибаюсь, кто у нас главный Дед Мороз в команде-то? До недавнего времени я ездил тренировать, тренировал деток, но сейчас я этого не делаю, ну, потому что есть свои моменты, назовем это так, но я просто не успеваю. У нас был разговор с Ваней, со Стасом. То есть я от этого отошел. Именно от тренерского момента, от тренировочного процесса. Но при этом, при этом, опять же, мы возвращаемся к тому, что было сказано до этого. То есть если мне завтра позвонит Стас и скажет, Паш, завтра Новый год, надо Дедушкой Морозом походить, я скажу, вообще не вопрос. То есть, ну, я, блин, для меня это круто. Все, что связано с детьми, это круто. Я люблю детей. Я всю жизнь работаю с детьми. У меня, я все время их воспитываю. То сестер, то братьев, понимаешь, то собаку, то вот женщину. То есть для меня это круто вообще. То есть я от этого вообще в удовольствие. Вот. Ну, блин, примерно то же самое. Выгуливать тоже два раза в день, грубо говоря. Кормить еду покупать. Ну, это же одно и то же практически. Но, ладно, не будем тут травить по полной программе. Поэтому, да, дети, это круто. И я люблю детей. И то, что Стас делает, это безумно круто. И это мега респект. Потому что, ну, грубо говоря, всем своим близким, с кем мы там очень хорошо общаемся в Санкт-Петербурге, я, конечно, у меня люди видят, что там дети какие-то. Да, тренировочные процессы. Я рассказываю, и люди понимают, что это, да, круто. Грубо говоря, для маленького города вот тот вот момент, количество детей, которые ходят, это довольно-таки хорошо. Очень хорошо. Опять же, если так посмотреть, нету везде этой рекламы сумасшедшей. Приходи к нам тренироваться в Добрыню. Как в Инстаграм заходишь, там, Спартак, Москва, филиал, торпеда того и торпеда во Владимире. Да? Ну, а такого же нету вроде от Стаса Добрыни. Ну, какая-то есть минимальная реклама. Ну, так же это сарафанное радио. То есть, ну, как-то так. Понятно. Сейчас чем занимаешься? Сидишь на самоизоляции или работаешь? Нет, я не работаю уже два месяца. У меня уже покупка есть. Чем себя развлекаешь в свободное время? Развлекаю, наверное... Парам-парам-парам. Честно? Честно. Я прям деградирую. Прям вообще конкретно. Я пересмотрел игру. Тренер лайк поставил сейчас, да? Я прям вообще деградирую. Ну, спорт. Понятно, спорт. У нас... Что ты смеешься? Спорт прям вообще. Мы с Настей периодически бегаем. Ну, это именно если из таких на улицу, что уходить. А так дома та программа, которая приходит к Ване, я ее делаю. Однозначно. Прям вообще. В бытовом плане чего. Я вот у Димы вчера спрашивал. Сериалы, книги, что-то читаю. Игра престолов. Игра престолов. Ничего я не прочитал за эту самоизоляцию. Начал готовить. Начал готовить. Прям активно. Ну, мне самому нравится. Я люблю готовить. Пожалуйста, это вот. Покупай своих айфонов. Вот. Да. Да. Вот. Короче. Возвращаемся к вопросу. К тому, что я немножко деградирую. Но я нашел немножко себе увлечение. Я езжу там копать сейчас на грядке. Да. То есть. Ну, я полюбил землю. Я вот как раз таки прям как дед реально. У меня дом. У тебя участок есть какой-то? У меня нету. У меня нету. Но есть человек замечательный, которым с удовольствием примет мою работу в дар. И мне кайфово, и ему хорошо. То есть. Вот видишь. То есть. Я прям удовольствие получаю. У меня лук растет. Могу показать. Серьезно. Я посадил лук на кухню. У меня растет лук. То есть. Ну, мне 23. Я занимаюсь такой ерундой, блин. Да что такое вообще. Ну, а почему? Дачный сезон. Все нормально. Ну, Володя, я вижу какой ты дачник. Прям вообще. Хлебом не корми. Да и на дачу съездил. Хорошо. Есть какие-то плюсы у самоизоляции? Есть. Или только деградация? Деградация. Есть плюсы. Ну, допустим. Блин. Я сейчас, наверное, такую же фразу скажу. Вот Ваня говорит. Я зато с женой познакомился. Да. Вот. Он так вроде сказал. Примерно так же. Вот. У нас так же получается, что на протяжении шести месяцев она пахала, как папа Карло, я пахал. И мы виделись там по вечерам там. И все. Мы даже время вместе не ездили, никуда не проводили. Толпом, да. Там какие-то поездки куда-то. Верните время. Она кричит это. Так вот. К чему это? К тому, что да, плюс есть. Мы вот немножко так нашли какой-то момент в плане того, чем можно заняться на протяжении всех этих двух месяцев. Вот. Поэтому как-то так. Какие-то ожидания к предстоящему сезону есть? Потому что выиграли третью группу, вышли во вторую группу. Немного другой уровень. Более сильный. Более серьезные соперники. Более большие города, да, уже. Не как ты говоришь, деревня, да. Вот. Есть какие-то ожидания. Ну, я думаю, я думаю, что, я думаю, что, а я скажу как есть, да. Опять же, я не слежу. Зид или Зил, какая-то команда с высшей лиги пришла. Синяя форма. Дегтярев, да, Зид. Ну, вот эта сильная команда, по мне так, по обзорам, опять же, потому что я не видел меня. На самом деле, я тебя немножко перебью. Ты, возможно, видел обзоры первой команды. Вот. Там была команда Зид-2. Первая команда с высшей лиги, с первой группы снимается. Из-за финансов ему убирают и финансируют. Ну, насколько я понял. Вот. И вот эта вторая команда, вот молодежь играет. То есть, просто двойку убрали и вот она Зид. То есть, она сейчас другая. Совершенно. Не то, что ты смотрел. Ну, тогда что вообще там? Тогда вообще я там ничего не увидел. Да нет, я опять же, мои ожидания, это мои ожидания. Да. Опять же, опять же, это механизм, который должен вот-вот запуститься. Поэтому, поэтому что? Поэтому, правильно, да. У меня самые, я думаю, что это лето будет, во-первых, самым крутым во Владимире в этом году. Потому что прошлое оно было скомканное. Вот. И для меня в плане чемпионата, я скажу просто, я хочу радовать болельщиков. И ребята хотят радовать болельщиков. Это вот, наверное, самое главное. Поэтому все остальное по барабану. Насколько оцениваешь свою готовность к сезону? Вообще, психологически, морально? Что-то нажал. Морально – отлично. Психологически тоже вообще. Я прочитал «Разум чемпионов». Мне очень советовал Челаньков. Да, «Разум чемпионов» книга называется. Я прочитал, и прям я готовый спортсмен. Вот вообще. Не, само собой, как у человека, как у живого. Я живой человек. Это нормально, что какие-то моменты психологически они будут. Опять же, это какой-то мандраж, да? Ну, не застенчивость. Мандраж. Обычный мандраж – ответственность, опять же. Но! Но! Это максимум, наверное, да. Это будет, это будет. Но это придется время. Сейчас я жду этого момента, как я не знаю что. И опять же, мы возвращаемся к тому, что неважно в какой, как правильно сказать, обойме, да. Неважно в какой обойме я буду находиться. Буду я в заявке или буду играть. Либо буду в дубле. У меня все равно будет эта ответственность и этот мандраж. Опять же, если у меня не будет этот мандраж за себя, то он будет за парней. Скажи, я вообще подозреваю, что возможны варианты игры без болельщиков. Насколько тебе важны болельщики на трибуне и насколько ты готов играть без них и ради них? Прошу про меня. Я сейчас просто думаю, что мы вот-вот отключимся, поэтому я выключил наушники. Прибавлю звук. Мы покупают своих айфонов. Так вот. Возвращаемся. Если мы играем без болельщиков, это ужас. Это прям вообще. Я прям расстроюсь. Но. Но. Опять же. 21 век. Я больше чем уверен, что мы возвращаемся опять же к тому, что Стас крутой чувак. И я думаю, что этот момент мы вырулим. Мы вырулим тем, что будут какие-то онлайн-трансляции именно для болельщиков. Потому что я помню это в Киржаче я вроде сказал. Я врать не буду. Да. В Киржаче. В Киржаче. Нет. С Киржачем ответка это была. Мы когда в круге стоим. Там что-то как всегда. Саша Кошкин мотивирует. Там Дима Шваньков. Крем что-то накидывает. Все друг к другу. Только все замолчали. Я говорю. Парни. Мы играем для болельщиков. В первую очередь. Меня даже кто-то перебил. Там уже. Орём. Всё. Хаус происходит. Но. Но. Опять же. Мы играем для болельщиков. И без болельщиков это будет очень тяжело. Морально наверное. Да. Морально. Но при этом. Я думаю. Опять же. Что Стас вырвнет этот момент. И. Для нас. Это будет ощутимо. Что мы без болельщиков. Но. Нас будет греть в тот момент. Что вот там вот камера. И они сейчас на нас смотрят. Как-то так. Но если. Допустим. Будет камера. И у меня будет. Почти. Случай опять зайкинать. И я побегу в эту камеру. Там. Целовать. И буду говорить. Это каждому болельщику. Спасибо. Что вы уделили. Два часа своего времени. Поэтому как так. Как насчет твоих персональных болельщиков. Кто-то смотрит. Поддерживает тебя. Может быть на стадион приходит. У меня. Мой самый персональный болельщик. Это собака. Мне кажется. Ха-ха-ха-ха. Вот правда. Настя пошутил. Ха-ха-ха-ха. Нет. У меня. У меня. Настя. У меня девушка моя. Супруга будущая. Я уже не знаю. Как. Мать моих будущих детей. То есть. Как назвать там. Я не знаю. Эту девушку. Вот. Соль в том. Извините. Суть в том. То что она не пропустила ни одной моей игры. Ни в Петербурге. Ни во Владимире. Не считая того момента. Две игры она пропустила. Когда мы еще тут вместе не жили. Да. В Питере она ни одну игру не пропустила. Во Владимире так же. То есть. Она в Киржаче. Хей. Где это. 120 километров. Поехали. И не важно что там. У нее голова болит. Да. День рождения у нее было. В матче против Киржача. У нее было день рождения. Я говорю. Настя. Ну ты же понимаешь. Он говорит. Ну. Понимаю. Все. Поехали. Девушка вратаря. Тут Ваня подсказывает. То есть. Она прям. Вот это мой самый главный болельщик. Вот. А так. Не. У меня мама. Мама. Она ненавидит. Вот прям вообще. Не то чтобы она против футбола. Она всегда была за чтобы я играл и тренировался. Шикарная женщина просто. Вот прям. Она. Как сыграл. 3-2. Стангу не ударился нет. Ногу не сломали нет. Ну и молодец и все. Но. Когда вот мне сделали. Я сам просил. Это вот. Ты первый вопрос задавал. Я тебе сказал нет. И ты не продолжал эту тему. У меня было день рождения. И меня Андрей Рябов познакомил со своим замечательным другом. Извините пожалуйста. Шель. Шель. Все. Короче. Извините. Ну она бесит. Ну вы посмотрите. Это просто чудо. Ну смотри. Вот она. Вот моя постройка. Чтобы все держалось. А вот собака вот с этим пиздит. Вот что мне с этим делать. Иди отсюда. Извините пожалуйста. Ну вы понимаете. Что мы на заднем фоне. Это не я. Чувствую себя на совещании. Да. Возвращаемся. Возвращаемся. Он говорит. Нет не вопрос. Убирай. Ой. Убирай. Убирай. Чертям собачьим. Нет. Он говорит. Я не вопрос. Выкладываю все нормально. То есть они еще как бы. Я. Как сейчас помню. Они выкладывали даже в группу. Это когда меня поздравляли с заморожением. Они в группу это выложили. То есть они тоже немножко так на этом подзаработали. Опять же. Опять же. Возвращаемся к какому вопросу изначально был. А то я сейчас уже немножко из темы в темы перехожу. Я уже тоже честно говоря потерялся. Неважно. Мы продолжаем дальше наши фильмы. Ну 15. 15 человек смотрят. Приятно же. Давай у них спросим. Кстати кто-нибудь тоже пусть вопрос напишет. А давайте я тебе пока что вопросик задам. Володя. Володя. Короче. Смотри. Ситуация следующая. Допустим. Чисто в логике. Чисто. Это вообще жизнь. Одна в сим сыграет. Другая жрет в собаку. Убать пожалуйста. Короче. Ситуация следующая. Завтра. Завтра. Добрыня играет. С какой-нибудь командой. Назови любую команду из второй диги. Весь жизнь. Весь жизнь. Юрий в польский. Ну. Юрий в польский. Завтра мы играем с Юрием в польским. Окей. Но. 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 Завтра же играет при этом. Барселона с торпеда. Куда ты пойдешь обзор делать? Ну естественно на Добрыню. Потому что профессиональный футбол. Как сказать. Для меня очень важно. При изготовлении контента. Да. Как ты говоришь. Один из самых главных параметров. Это уникальность. Потому что. Если. Расценим профессиональный футбол. То. Скорее всего. Он будет обозреваться. И пресс-службой торпеда. И пресс-службой Барселоны. И кучей телевизионных каналов. Я там просто не нужен. Понимаешь. А. В Юре. В Польском. Не будет никого. И там я буду как раз нужен. Это один из самых главных параметров. На которые я обращаю внимание. И вот видишь. Опять же. Как круто. Хорошо. Другой вопрос. Извини меня пожалуйста. Давай. Есть же Кубок области. Я правильно понимаю? Да. Конечно. Поехали. Финал. Кубок области. Играет. Там я как понимаю. Две любых сильных команды. Скажи мне. Чтоб я понял. Ну. Ковров с Владимиром. Ради бога. Ковров с Владимиром? Угу. Футбольный Куб Владимир есть? Нет. Ну. Внизу же там. Я не знаю. Торпедовис. Не важно. Все. Я понял. Поехали. Не важно. Финал Кубка. Финал Кубка. Либо мы там. Уехали опять с каким-нибудь. Польским играть. Куда ты придешь? Сложный вопрос на самом деле. Оооо. Видишь. Видишь. Какие мы вопросики-то накинули. Дело в том, что финал Кубка это один из самых рейтинговых роликов вообще всего сезона. Он набирает больше всего вообще интереса даже. Не скажем просмотров, а интереса. Его обсуждают. Его смотрят. Я снимал, по-моему, шесть подряд лет финал Кубка. И зачастую были драки. В одном матче, по-моему, четыре или пять удалений было. То есть, скажем так, такое футбольное шоу происходит. То, чего нету в рядовых каких-то областных матчах. То есть, это апогей всего того, всего отношения, да. Взаимоотношения команд, каких-то их конфликтов, каких-то мнений, суждений. Все уже... Ну, финал. Все уплескивается наружу. И всегда интересный матч происходит. Я понял. Видишь, как ты ушел от ответа. Замечательно. Нет, нет. Я не уходил. Я тебе просто рассказываю свой опыт, как это все бывает. И все. Драки даже бывают? Да. И зачастую, я говорю, из шести, наверное, три матча были с драками, да. Ничего себе. Так. Еще один, Володь, у меня к тебе вопрос. Хорошо? Да. Ты в обратку потом начинаешь. Смотри, смотри. Опять же, мне твое творчество, я честно тебе скажу, из всех троих людей, которых ты пригласил, они тебя не похвалили. Заметь, я говорю, я, братан, говорю, что это круто, что ты делаешь. Это просто вот кайф. Ну, смотришь видео. Что ты имеешь в виду? Монтаж. 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 Задумку. Качество. Задумку. Вот я сейчас к чему все и веду. Монтаж. Качество. Качество. И как ты к этому подходишь в плане перед играми, ты там всегда что-то снимаешь. То Гагарин, то там дождик в дворниках. Ну, то есть атмосферу пытаешься передать. Правильно же, я понимаю? Это же на этот. Ну, все. Отлично. Поехали. Дело в том, что я немножко добавлю. Вот эта вся атмосфера, она была, как сказать, подсмотрена, да, у каких-то телевизионных трансляций, которые все равно шагают вперед и показывают там ледовый дворец там сверху, что-то там, допустим, у меня нет квадрокоптера, нет такой возможности там полетать где-то вокруг. Вот. Но в любом случае проходит время, проходит пять лет, например, и я начинаю забывать. Забывать счет матча. Я просто помню, кто выиграл. Вот. Забываю какие-то детали. А они потом оказываются достаточно такими теплыми воспоминаниями. Я, например, могу тебе сказать, после одного из финалов Кубка области я очень жестко заболел. Был просто стеной дождь шел. И тоже такое воспоминание, хоть и со знаком минус. Я понял. Андреич нам тут вопросы кидает. Говорит, что если он тебе подойдет, посмотрит в глаза, выполнял ли ты упражнения, что ты ему скажешь? Я скажу, да. Иван Андреевич замечательный такую фразу сказал. Ребята, это вы делаете для себя. Опять же, потому что мы будем входить сразу в русло, и придется блювать, если ты это не делал. Я не хочу блювать. И я не говорю, как это делать. Я честно вам скажу. Не, я честно, господи, я если не сделаю, я скажу. А зачем я вообще эту тему буду поднимать? То есть, ну, шутки шутками, 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 да. Но на весы я сейчас стану, у меня будет тот же вес, что и был месяц назад. И у меня нет ничего. Не от того, что у меня метаболизм. И не от того, что я тут голодаю. Не от того, что я работаю, как папа Карла. Володя, возвращаемся к моему вопросу. Ну, давай. Я понял, понял. Проблемы с памятью, провал это со временем, с возрастом бывает. Не проблема, все это решаемая медицина 21 лет. Володя, смотри. У склероза одна проблема, о нем забываешь, да? Да. И продолжаем. Смотри. Короче, у меня есть к тебе предложение, и ты как-то это обдумай. Мы в прямом эфире. Это, опять же, ты забудешь, включишь прямой эфир, посмотришь и скажешь, ага, Паша, классный парень, 5 лет назад мне говорил, а я вот не сделал. Короче, смотри. Давай. Можно ворота повесить маленькие камеры. Понял, да? Я так делал, да, я знаю. Не зашло? Не зашло? Дело в том, что, во-первых, как сказать, мне не хватает себя двойника, который бы за этими камерами бегал и смотрел. Потому что мы живем в России, у нас общество такое, что могут и спереть посреди матча что-нибудь, вот. Я немножко боюсь за это дело. То есть могут реально взять и забрать? Ну, допустим, я вешал на торпедо, да, если сидеть на углу поля и поставить рядом с собой камеру, это одна история. Хотя мечом попадали, например, да. А если вешать на другую половину поля, то там уже и улица рядом. Вот. То есть если я пробовал делать это пару раз в камешках, то есть я просто договаривался с человеком, он там стоял, за ней смотрел. Вот. Но не всегда такие люди находятся, которые готовы помочь, скажем так. Ряба готов, вот он пишет. Ты смотри, он всегда думает слова на ветер бросать. Ты как-нибудь привези, дай ему камеру, пусть он за ней там следит. Да без вопросов. Это не проблема и это не что-то новое для меня на самом деле. Я понял. Опять же, и второй вопрос, это опять же к монтажу. К монтажу. Делаешь круто, мне все очень нравится. Но периодами я вот смотрю, грубо говоря, гол забился, ты отснял гол, правильно? Вот, гол забили, все, и у тебя гол, там фамилия, имя и повтора же нету полноценного такого типа взаметно. Ты тоже не думал добавлять вот это? Ну, честно говоря, я тоже делал повторы для каких-то команд, которые это просят. Ну, для меня теряется динамика и как-то я за динамику больше. Все, все. Я понял. Мои вопросы к тебе окончены. Продолжай. Честно говоря, я у тебя уже все спросил. Если что-то еще расскажешь, мы рады послушать. Ну, а давай тему толкни, я прям расскажу. Ну, вообще, как сказать, думаем о сезоне, да, непонятно, что будет, будем играть, не будем. Сегодня читал глава Роспотребнадзора, говорит, что в последнюю очередь мы будем отменять, вернее, ну, запускать массовые мероприятия. То есть я работаю на этих массовых мероприятиях, сам понимаешь, да. То есть и работа основная, и подработка, то есть для меня это очень важная новость, скажем так. Вот. Готовиться-то готовимся, а когда они будут, месяц-два, к концу лета. Я, я прям уверен, я вот прям максимально уверен, это вот моя чуйка, наверное, да, она придет. Я думаю, что, что в июне, в июне, не буду говорить когда, но в июне начнется уже. Пожелание для болельщиков на предстоящий сезон. Болельщики? Да. Болельщики, мы играем для вас, мы живем для вас, мы хотим радовать вас, и я желаю вам в первую очередь, чтобы вы приходили всей семьей на такой замечательный праздник, как футбольный матч с участием футбольного клуба Добрыня. Вот. Вот что я хочу вам пожелать. Ну и, конечно же, чтобы у всех, у всех наших болельщиков было все, все хорошо. Вот так вот я замечательно отвечу. И вот мне подсказывают не болеть. Пока. Красавец. Привет всем домашним, всех береги. Спасибо большое за беседу. Спасибо большое, Володя, очень круто. Правда, круто. Классно. Давай, будем на связи. Пока-пока. Счастливо. Ребята, благодарим за Добрыню. Ура. Ура. Ура, ура, ура. 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 Продолжение следует...